Здравствуйте! Банковский депозит и покупка недвижимости для сдачи в аренду в нашей стране самые распространенные способы пассивного инвестирования. Но эти инструменты не единственные источники для получения регулярного дохода. Дивидендные акции также могут стать хорошей альтернативой пассивному инвестированию. Тем более, что не за горами начала дивидендного сезона. На российском рынке уже стартовал период отчетности крупнейших игроков рынка. Надо сказать, что еще несколько лет назад дивидендные акции, как инструмент получения пассивного дохода, были не очень интересны широкой публике, так как российские компании были не очень щедры на выплаты. Сейчас ситуация изменилась. В частности, государство обязало компании направлять на выплату акционерам не менее 50% чистой прибыли и двухзначной доходности по дивидендам. По отношению к рыночной цене акции уже обычная практика для многих компаний. Итак, на какие акции стоит обратить внимание, чтобы включить их в портфель, в том числе и как источник пассивного дохода? На протяжении прошлого года мы говорили, что стоит обратить внимание на компании-экспортеры. Именно они в большей степени выиграют от сложившейся ситуации. Яркое подтверждение этого тезиса – отчетность, выпущенная на прошедшей неделе компанией Роснефть. Надо сказать, что акции Роснефти в 2018 году в 4 раза обогнали рост фондового рынка, прибавив в цене более 48%. Рост цен на мировых рынках сырья и ослабление рубля в 2018 году позитивно сказались на компаниях с большой долей экспорта в продажах. Та же Роснефть, несмотря на ограниченный рост добычи, за год нарастила выручку на 37%, а прибыль выросла почти в 2,5 раза. На сегодня это все. В следующем выпуске мы продолжим говорить об инструментах пассивного инвестирования и у компании Роснефть. Спонсор экономического блока – акционерное общество «Финам». «Финамы инвестируйте грамотно». Мы меняем мир под потребности наших клиентов. В «Финаме» на ваш капитал работают высокие технологии и команда профессионалов экстра-класса. «Финам». Будьте успешным, оставаясь собой.